вот смотрите оказывается лукашенко он он же молодец он же борется он делает все чтобы не втянуть беларусь войну он сделал все чтобы и туда втянуть сделал все чтобы страну оккупировали сделал все чтобы с ее территории летели ракеты попросил себе ядерное оружие которое мы сказали мы тебя дадим но без как без боеголовок как-то гандон без боеголовкин эти умоляю просто холостую кнопку привезут смешную кнопку на детские пианино там с тремя кнопками зеленая синяя краска лясь удар или по нато вот по китаю и по себе по себе там написано в китай там все на китайском написано там не может быть все написано короче и получается что такая история с обелением лукашенко она происходит это все подхватывается в различных пабликах все таки да 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 смотрите как путин не любит лукашенко а если а если плохой человек кого-то не любит это же у нас как ну вот вот так вот в голове работать если есть враг враг твоего врага мой друг вот такая история в общем рекомендую не читать не вслушиваться не верить оба хитрожопых человека занимаются хитрожопостями их никак в этом и ничем не остановить поэтому нам остается наблюдать и бороться наблюдать и бороться как мы это и делали а верить во всякую тучу что вот вот сейчас там что-то там на верхах где-то в кремле кто-то что-то порешает у кого-то есть преемник или там лукашенко убьют и застрелят ребят я напоминаю мы с вами все здесь адекватные люди мы знаем что ждать таких вещей не надо потому что мы просто чуть дольше будем наблюдать всю эту комедию в крилже в 27 актов беларуси и к этой цифре приближается на и в россии год за акт как говорится не всегда половой хотя всегда с гондоном здесь должна была быть классная перебивка но сегодня без нее так идем дальше к новостям которые вы смотрите значит обсудили это вот это вот не будем говорить про запуске ракет с территории белоруссии там белорусский гаюн все это опубликовал самолеты российские ракеты жертвы страшное дело мы здесь обсуждаем менее значимые но очень весомые всякие факты и не дела давайте порадуемся за этих самых за соседей наших за россиян я не знаю мне кажется белоруссии уже давно это существует но наконец-то в россии официально госдума заявила о том что принят закон о том что навоз навоз теперь официально принадлежит россиянам и если в твоем сарае срала твоя кобыла корова свинья либо ты сам то теперь это дерьмо твое теперь ты его можешь смело продавать но нужно конечно оформить оформить сказать что у тебя есть там три тачанки дерьма и ты собираешься его продать до этого если бы ты продавал на авито выставлял семь прицепов с навозом то к тебе пришли спроси а где ты навоз то взял дружочек где ты ты смотри твоя скотина траву какую ест на земле какой на русской а значит это все принадлежит российской федерации то что она съела то что она дала и то что из нее вышло видимо так теперь россиянам принадлежит дерьмо давайте порадуемся